Привет всем! Давно не было новостей по моей Ниве. Вот теперь новости появились. Во-первых, на прошлой неделе я установил понижающий ряд в раздатку 3.15, это Штехно. Там есть кое-какие впечатления по этому поводу, сейчас кратко поделюсь. И уже на этой неделе после этого загнал к дилеру свою Ниву для проведения некоторых мелких работ. Позже их покажу, расскажу. Но основное, конечно, это раздатка. Понижение в раздатку установил от Штехно. Ну, фирма, как говорится, знаменитая, доверилась качеству. И, собственно, с чем столкнулись при установке. Устанавливал я у Максима Гараж56, есть канал на YouTube у парня, классный видос снимает про бездорожье. Очень талантливый человек, как слесарь. Собаку и не одну съел на сборке, разборке, тюнинге, раздаток. И, в общем, в чем мы столкнулись. Столкнулись мы изначально с тем, что, во-первых, корпус дорабатывать, раздаточный короб, пришлось гораздо больше, чем указано по инструкции. Намного больше. То есть, конкретно сильно много точили. В итоге, вроде как, встало. Но потом, когда начали ставить шестерни на валы, в итоге, та малая шестерня, которая ставится на втулку бронзовую, которая идет в комплекте, взамен металлической, стандартной, она установилась, но при закручивании гайки, при скручивании всего вот этого ряда, получалось, что шестерня перестала вращаться. То есть, ее зажимало. Так и так мы пробовали, в любом случае зажимало. Ну, а, соответственно, если зажимает ее, соответственно, будут значительные тепловые нагрузки, если вообще она, в принципе, не вклинит и продолжит вообще какое-либо вращение. Единственный, конечно, серьезный минус, который сразу выявился, это, конечно, ухудшение значительного акустического комфорта, соответственно, при работе трансмиссии. То есть, на скорости от 80 до 100, да и на всех остальных передачах все гораздо шумнее и громче стало работать. В общем, как бы, последнего сложно удивиться громкости работы трансмиссии, но, в общем, она, этот пакет понижения меня сумел удивить. В общем, визжит очень-очень сильно. А так, в целом, все работает, понижение, да, круто понизилось, работает, будем испытывать на бездорожье. Я загнал машину для того, чтобы поменять уже после обкаточных 300 километров, как мне советовали знающие люди. Ну, честно сказать, судя по визгам, не помешает в этой раздатке поменять после 300 масла на новое. Во-первых, это попросил сделать, попросил машину затонировать, посмотреть по мелочи состояние ходовой, так как в ближайшее время мне достаточно далеко ехать и придется накрутить на Ниве порядка тысяч километров. Поэтому вот мелкие работы были произведены к дилеру. Сейчас пойду машину забирать, покажу, что получилось. Сказать, из-за интересного, дилеру задачу я поставил снять мой лифт-комплект. Вот этот, который лайт лифт на 3 сантиметра, соответственно, который за счет проставок и колец в передней подвеске. Почему? Потому что, ну, в принципе, незначительное увеличение клиренса, и то только спереди, сзади, как известно, ничего там не увеличилось. Вот. Но зато, как выяснилось, могут возникнуть проблемы даже с таким лифтом. Потому что, в частности, не так давно, когда ехали на покатушку в Московской области, какой-то особо одаренный сотрудник ГИБДД меня остановил. И минут 20 времени моего потратил на то, что объяснял, что мою машину стоит эвакуировать по 12.5.1 и, соответственно, снимать госзнаки и так далее. Ну, честно сказать, вот с каждым таким сотрудником, особо одаренным, у меня из-за этого лифта в 3 сантиметра и шайбочек, которым он каким-то образом успел углядеть на практически стоковой машине, нет желания общаться каждый раз. Мне мое время дороже. Поэтому до тех пор, пока я не соберусь ее окотлечивать или, так скажем, серьезные изменения выносить в машину, как значительный лифт, большие колеса, еще какие-то серьезные изменения, и регистрировать их потом в соответствии с законом, в том числе и в ПТС, и в свидетельстве о регистрации, я, так скажем, предпочитаю ездить вот как есть в стоке. Тем более в стоке она и так неплохо едет. Ну все, пойдем принимать тачку, посмотрим, что там получилось. Вот это мой дилер. Автогермес нашелся энтузиастов в Москве. Очень удобно ко мне расположен. В прошлый раз впечатления остались у меня исключительно положительные. Пойдем посмотрим, что там. Зашел в цех, мою уже выгнали. Сейчас покажу на улице, что получилось делать. Расскажу подробнее. С этими колесами не сильно большими, по-моему, отлично смотрится и так. Так, клиренсы достаточно, не особо я потерял, но зато, как я говорил, ни один сотрудник до моего лифта не домотается. Можно ездить спокойно. Еще из обновок, получается, затонировался я. Да, хорошо смотрится, но и на лето будет полезно. Поменял масло в раздатке, проверил задние тормоза после зимы. Грязь туда много попадала, переживал за то, что там ничего не осталось, откалывал их. Ну нет, все в порядке. Ну и так, по мелочи машину осмотрели, все с ней хорошо. В понедельник жду обновочку, придет мне очень интересная обновочка. Сниму про нее отдельное видео, где покупал, за сколько покупал, сколько стоит. В общем, эта обновочка очень такая полезная будет на бездорожье и на самом деле интересная. На этом сегодня все. Короткое включение было по новостям по ней. Вот что было, снял, снял, рассказал. До следующей серии, получается, вот как раз про вот эту мою обновочку.